В Украине чтят память героев Небесной Сотни. Четыре года назад в центре Киева начался самый кровавый этап противостояния мирных активистов и правоохранителей. Тогда более ста человек отдали свои жизни за идеи революции достоинства. Около тысячи были ранены. О том, как в Киеве чествовали героев, далее в нашем сюжете. Утром перед крестом на аллее героев в Киеве прошел молебен памяти погибших. В минуту молчания собравшиеся преклонили колени перед крестом. К месту гибели участников революции достоинства люди несли цветы и лопатки. Активисты, которые стояли плечом к плечу с погибшими, вспоминают страшные дни. Просто расстреливали. В основном целились в шею, в голову, в грудь. Людей не хотели ранить, остановить и хотели убить. Все виновные должны быть наказаны. Мы были без оружия. Щиты деревянные, каски пластмассовые. То не защита была. Если бронежилеты, каска не спасает, то как может деревянный щит спасти? Первых десять погибших я с ребятами носил отсюда. Подходишь к телу, которое уже холодное лежит на носилках брезентовых. Берешь и не знаешь, что дальше делать. Ты видишь человека, с которым ты, возможно, еще вчера грелся у костра или дежурил на баррикаде. В мистецкому арсенале открыли выставку «Переведи меня через Майдан», посвященную участникам революции достоинства. Экспозицию представил Петр Порошенко вместе с родными героев Небесной Сотни. Мистецство участников революции достоинства рождено в вихре бушующих событий от невероятно сильной любви к Украине. Организация этой выставки – это инициатива и заслуга побратимов и родных активного участника революции достоинства и студенческой революции на граните художника Тараса Бельчука. Они боролись за правду, за свободу, за независимость нашей страны. Они всей душой хотели, чтобы весь мир видел настоящую душу украинского народа. Хотели, чтобы все это знали. Я вам очень-очень благодарна. И пусть Бог бережет Украину и наших всех героев. Вечером возле портретов на Аллее Героев Небесной Сотни зажгут свечи и всю ночь будут править панихиду. Памятные мероприятия продолжатся 19 и 20 февраля. Четыре года назад, в период с 18 по 20 февраля, в центре Киева погибли более ста человек. Несколько десятков пропали без вести, более тысячи получили ранения.